здравствуйте меня зовут валентин вы на канале мико арчер и в рамках проекта м ревью я хочу рассказать при том сделать полный обзор на лук который мне очень понравился эта модель джан 179 от компании main hunter все ссылочки в описании и так именно этот лук мне действительно очень понравился он понравился мне внешне мне понравилось как он стреляет я достаточно плотно его обстрелял я пообщался с другими стрелками так что я постараюсь сделать обзор максимально нелицеприятно и максимально объективно то есть будет не только мое мнение ну и так сначала сухие цифры у нас небольшой take down рекорд он же hunter рекорд длиной 56 дюймов 17 дюймовая алюминиевая рукоять с достаточно приятным анодирование втулка из нержавейки под стаб катушку еще какую-нибудь снасть дырки под прицел в общем всего обвешать его можно по полной сюда и кивер станет и прицел всего достаточно рукоятка из какого-то резины из резинопластика из чего-то эдакал я очень долго думал это хорошо или плохо это плюс или минус и вы знаете я так единому мнению сам собой не пришел кому-то кто увидел эту ручку взял пострелял сказал вау класс то что надо я таком мечтал кто-то наоборот кривился особенно кривиться допустим при стрельбе из каких-то текстильных перчаток потому что рука вообще тогда по ней не скользит даже не из всех видов перчаток но там некоторые буквально липли это не всегда хорошо удобно единственное нареканий совершенно не было по поводу формы простая рукоять прекрасно подходит под прямой или низкий хват ну спортсменам с высоким хватом будет уже не очень удобно но нормальная хорошая рукоять при том она на винте и всегда можно сделать другую плохой и назвать в общем ни в коем случае нельзя это индивидуально но нормально хорошая годная ручка точнее даже не сколько ручка сколько сам упор сама рукоять у нас вот выглядит он очень очень не дурно сам дизайн очень очень приятный все эти отверстия самой рукояти как я уже сказал форма упора ну в общем хорош с другой стороны есть маленькие огрехи производства иногда где-то что-то шлифанули не совсем красиво иногда можно заметить вот именно грехи очень чем мелкие они незаметно это действительно надо докопаться рассмотреть посмотреть облазить обнюхать убедиться что рукоятка резиновая мягкая отходит от рукояти это не совсем хорошо но самое главное мы помним этот лук ценовой категории до 100 долларов а я уже начинаю докапываться по-взрослому что это значит значит что лук уже неплохо ну ладно двигаемся дальше очень важный момент который оказался достаточно неоднозначный это вытек на этом пути значит так сам производитель указывает что максимально рекомендуемая растяжка 30 дюймов беру 30 дюймовую стрелу вот это вытек 30 дюймов да 30 дюймов абсолютно комфортно прекрасно тянется безо всяких проблем дубление еще там чего-то все хорошо мой рабочий вытянут 28 плюс просто идеальный и был один вопрос насчет вытяга 30 плюс мнение у разных людей сложились разное это 32 дюймовая стрела вот уже где-то на тридцати одном начинает появляться некоторый намек некоторый намек на то что лук начинает упираться еще один момент если ставить плечи не 30 фунтов а больше например 40 там этот эффект еще более выражен в итоге подытожив я хочу сказать что на тридцатник он тянется прекрасно комфортно тянется породисто плечи не напоминают резинку сразу чувствуется преднатяг даже на слабых плечах на сильных плечах буквально с первых сантиметров ты понимаешь что рук лук серьезный большой преднатяг мощное усилие тянется мощно вот есть какой-то прямо строй и и все таки на больших усилий ну имеется в виду плечи 40 50 фунтах на больших вытягах он же становится некомфортно некоторые стрелки ну опять таки это 56 дюймовый лук зачем насиловать малыша на самом деле при нормальной присть при нормальной прикладки этого вытягу вот так вот хватит даже достаточно высокому человеку с другой стороны технически на тридцать два его вытянуть все таки можно он от этого не ломается но тут уже есть некоторые вопросы получите ли вы удовольствие от стрель вот в этом вытяге на самом деле скрыта основная фишка этого лука если он выглядит на свои деньги а может даже чуточку дороже то стреляет он не на свои деньги а намного дороже во первых лук быстрый это его основной огромный и неотъемлемый плюс более того это его фишка и в этом весь его характер лук по-настоящему быстро легкими стрелами он плюется знаете есть даже такое ощущение что неадекватно быстро потому что я стрелял из многих и хороших и дорогих луков и в общем я был я сначала малость ошалил если при стрельбе тяжелыми стрелами больше чем 10 грамм на фунт он в принципе стреляет примерно на уровне очень хороших и дорогих модер лонгов и курортам там и прочее то как только стрела становится чуть легче я помню когда стрелял по мишени выпустил несколько тяжелых стрел да было хорошо потом запустил легкую она пролетела где-то вот настолько выше мишени искали мы очень долго ну скорость это определенно преимущество а как же быть с точностью и комфортом все в норме однако вы видите плечи они не толстые у них очень 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 легенькие законцов очки поэтому если вы стреляете особенно легкой стрелой до лук не брыкается он достаточно стабилен но вот этому луку стабилизатор уже не повредит с ним он становится более не то что даже более управляемый более комфортным нет вот этого удара есть еще один маленький момент но это опять-таки продолжение преимуществ лук все-таки пожалуй шумнова особенно он шумные становятся если его неправильно собрать и положить проставочки под плечо тогда он блянкает просто нереально притом гудит при выстреле не тетива это все-таки именно плечи поэтому я этот лук буду кастомизировать как всегда глушилки в помощь очень просятся мягенькие проставочки в карманах чтобы лишний раз плечи не царапать и стабилизатор а если все это сделать я уверяю лук преобразится прошу мы можно будет забыть самое главное опять таки под в плане точности я повторяю лук комфортен стреляет хорошо точно мощно и это как маши это как спортивная машина на спортивной машине жесткая подвеска они должны быть комфортной скажем так но опять таки все в пределах по обвесу я уже сказал они больно стабилизатор пусть даже небольшой потому луку реально не повредить он лишним не будет действительно будет полезная вещь обвешивать его спортивными стабилизаторами стройниками это не таргет это не олимпик он маленький он в какой-то степени даже чуточку жестковат по сравнению с ними при классическом вытяге но вы видите угол получается достаточно острым в общем эта машинка не для целевой стрельбы его стихия это поле может даже был фишинг может даже охота развлекательная стрельба при слабых плечах без особых проблем как я уже говорил станет сюда все прицел хотите много пиновые хотите спортивные 1 пиновый безо всяких проблем станет сюда и кивер сюда в общем станет как я уже говорил в дырок по по поводу этого лука хочется сказать вот этот лук который мне попал в руки в определенной степени задрал планку для мастеров кустарщиков если я раньше любил говорить что ребят вот возьмите самый дешевый там лук там который там стоит нам 100 баксов там возьмите самик поларис какой-нибудь себастиан флук дешевый и вот если вы не можете сделать такой же лук ну какие вы мастера а у тебя теперь представьте появилась вот эта вот штука это очень серьезная заявка для того чтобы многим мастерам все-таки поднять свой уровень потому что стреляет он мощно стреляет он быстро лук прочен и надежен я в предыдущем обзоре показывал что я с ним делал я свернуть я свернуть его не смог все прочно все надежно все под линеечку в общем компания джонсин действительно очень серьезно вложилась в оборудование это действительно нормальное стекло направленный стекло ламинат они как пластики иногда накладывают на плечи на самых дешевых луках и ты действительно черт подери очень хорошую есть пожалуй один маленький-маленький нюанс я этот лук действительно хвалю в своей ценовой категории он роскошен если бы мне сказали что он стоит не 80 а 100 долларов мнение бы не изменилось и 120 не изменилось бы наверное начал бы уже сильнее придираться если пункт стоил долларов 150 а то и больше действительно он того стоит но не нужно думать что это мега вещь и не нужно сравнивать его с луками которые стоят намного намного дороже мы не забываем что это бюджетный лук он отрабатывает каждую потраченную на него копейку отрабатывает с лихвой а что нам собственно еще надо единственное еще на чем я хочу остановить свое внимание это полочки здесь очень сильно зависит от комплектации зависит от того где вы покупаете полочки или купите нормальную полочку если он продается без обвеса я не любитель стрелять из классики там с вискером или еще каким-то ну это дело вкуса все-таки поставьте на него какую-нибудь там хотя бы обычную нормальную качественную пластиковую полочку это будет очень в теме опять-таки благодаря форме прицельного окна можно без проблем наклеить мех кожу еще что вы хотите стрелять стрелами с натуральным оперением это для тех кто хочет чтобы стрела максимально близко находилась к руки маленький такой еще нюанс по поводу стрельбы разными стрелами тяжелыми стрелами он стреляет очень комфортно очень приятно очень мягким выстрелом в принципе это логично за скорость по скорости не уступят пожалуй никому ценовом диапазоне так наверное точно никому дико атомно быстро пуляет стрелами легким и при стрельбе уже из 40 фунтовых плечей есть обалденное чувство лук гвоздит он стреляет в мощно попадает в мощно мощь это чувствуется собственно вот забыл совсем меня же спрашивали подойдет ли этот лук для арчери таг можно ли установить 30 фунтовые плечи и стрелять травмобезопасными наконечниками люди очень хорошо подумайте даже 30 фунтовые плечи на этом луке разгоняют стрелу так как не каждый 36 фунтовый сможет а 36 фунтов для арчери таг это уже многовато там стараются использовать там 28 32 из этой штуки даже с самыми легкими плечами может быть больно он умеет разгонять стрелу этим все сказано поэтому развлекательные стрельбы с 30 фунтовыми плечами начальной стадии обучения отлично это 30 фунтовка легкими стрелами будет комфортно лупить не то что на 30 на 50 метров скорости вот так хватит из 40 фунтовки стрелы опять таки карбон с коротким оперением летят так как будто у меня лонг ну с нормальной стрелой и с натуральным оперением фунтов так за 50 охота ну давайте так по честному этот лук создавался как охотничий компания в америке он продается под маркой big rock там написано hunter recurve он создавался именно для этого просто надежно прочно и черт подери даже неубиваемо я вас уверяю какие-нибудь там случайные холостые случайные холостые не стреляйте намеренно в холостую всегда говорил и буду повторять да этот лук прочим но не надо испытывать судьбу хотя этот луку шатать будет сложно короче говоря подведя итог он классный и он стоит даже не своих денег а чуточку больше поэтому это в любом случае классная покупка я очень хочу этот лук оставить себе я буду его кастомизировать я хочу поставить сюда другую изготовить другую рукоять из какого-нибудь красивого дерева но такой же формы я установлю наверное лимб сейвера возможно глушилки попробую сделать проставку какую-нибудь мягинку в карман и ну конечно поставлю другую полочку в следующем году когда я вам покажу этот лук вы его не узнаете он будет еще лучше еще краше спасибо за внимание надеюсь ответил на все ваши вопросы если какие-то вопросы остались пишите их в комментариях и смотрите ссылочка в описании спасибо за внимание до новых встреч пока не небольшое послесловие важный момент снимаю я вот это видео это послесловие неделю спустя после основного видео ну переснять предыдущее видео мне к сожалению сейчас возможности нет но что я хочу сказать я очень хорошо подумал не перехвалил ли я этот лук вы должны учесть вот какую вещь у 179 джонсинга есть комплекс недостатков дешевых изделий это и в общем то хреновое покрытие которое коцается от любого чиха одна резьба достаточно жесткая ну хотя не с ключом все закручивается и раскручивается нормально это фигово прошлифованные плечи это в какой-то степени все таки недодуманное в плане эксплуатации рукоять но стреляет он отменно он реально очень быстро он реально он вполне стабилен да этот лук маленький и он подойдет не всем и не для всего но это просто геометрия это такой тип лука да он жестковат в определенной степени возможно он будет неудобный очень высоким людям ну там с длинными с большими вытягами это тоже вполне естественно но стреляет он действительно хорошо и многим мастерам кустарщикам я хочу сказать вот что этот лук очень серьезно задрал планку для дешевых изделий если раньше говорили что да ладно я в диапазоне 120-150 делаю такие луки которые там фирма делает за 200 или да я не хуже фирмы делаю вот ребята вам теперь придется стараться и серьезно поднять ттх своих луков особенно те кто делает луки не самые дешевые вот серьезная заявка поэтому итог да это недорогой лук от которого не нужно ждать качества намного более дорогих изделий стреляет он отлично я долго думал я показывал другим людям и пока что факт остается фактом прочный надежный быстрый и этого не отнять и это все за очень хорошие деньги собственно все то есть свои недостатки есть свои преимущества при том очень значительные тоже поэтому выбирайте думайте принимайте решения покупайте делитесь своими впечатлениями спасибо за внимание до новых встреч пока